Здравствуйте, здравствуйте всем, я рада вас видеть, кого видеть, в зуме это немножко уже, конечно, выражение воспринимается не так, как в жизни, но я действительно рада, что вы подключаетесь, я вижу, что вас много, много сегодня будет в онлайне, и меня, конечно, не может не радовать. Я хочу прежде познакомиться с вами, а дальше уже приступить к нашей основной с вами теме, пожалуйста, напишите мне еще раз в чат, просто там поставьте какие-то плюсики, смайлики, что все хорошо со звуком, все хорошо с видео, и да, вижу, вижу, хорошо, отлично, отлично. Ну что ж, добрый вечер, меня зовут Валерия Димитрова, я тот самый нутрицолог, который будет с вами на ближайший месяц, а возможно даже на ближайшее время в вашей жизни, в вашей профессии, в принципе, чего бы мне и хотелось бы. Наша сегодняшняя с вами зум-встреча, она будет больше про познакомиться, рассказать, что такое нутрицология, я расскажу немножко о себе, чтобы вы более конкретно понимали вообще, кто я, чем я занимаюсь, и чем я могу быть полезна именно вам. И если у вас будет время, в конце нашей сегодняшней с вами встречи я бы попросила вас тоже включить видео, звук и парочку с вами обмолвиться слов. И очень хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы практически все в чат отписались, рассказали свою такую мини-историю. Честно говоря, я читала с каким-то таким трепетом в душе, как будто бы ты идешь на какое-то свидание, которого у меня уже давно не было, потому что я давно замужем. Но все же мне было очень приятно почитать о вас, и я даже заволновалась в какой-то мере, потому что хочется оправдать все ваши ожидания, хочется дать вам именно то, зачем вы сюда пришли. А каждый из вас в любом случае пришел на эту практику за чем-то своим, и хочется как-то закрыть все потребности. Повторюсь, меня зовут Валерия Димитрова, я сертифицированный нутрицолог, консультирующий нутрицолог, специалист, который помогает людям не только быть более здоровее, а еще и работать с этим, продвигать нутрицологию в сфере здорового образа жизни. За моими плечами стоит 12 лет профессионального спорта, я с самого детства занималась тэквондо, такой совсем, наверное, не женский вид спорта, но по итогу я, наверное, имею огромную благодарность к профессиональному спорту за то, что он научил меня быть достигатором и быть таким, знаете, как говорится, терпилой, потому что иногда я понимаю, что в нашей жизни приходится потерпеть ради достижения того или иной, той или иной цели. И, наверное, спорт во мне все это и воспитал, возродил, поэтому сейчас я точно могу сказать, что всю свою команду, которую я веду за собой, я ее обучаю со стороны какого-то профессионального спортсменки, показываю, что все достижимо, все возможно, было бы только желание и была ли бы цель. Я сама родом из Украины, это город Днепропетровск, Днепр, если вы меня слышите, всем вам привет, недавно только оттуда вернулась с рабочей командировки. Я в Днепропетровске окончила, он же сейчас по-другому называется, но это Институт физической культуры спорта по специальности тренер-преподаватель кафедры олимпийского профессионального спорта. Мое первое образование – это детский тренер по тэквондо. Я была тренером именно по спорту, то есть это не фитнес-история, это именно спортивный тренер. Я готовила деток, мы участвовали на соревнованиях, аттестации и так далее, так далее, так далее. То есть первая моя такая, наверное, профессиональная деятельность – это был именно спортивный тренер. После чего, так как жизнь закрутилась, завертелась, я познакомилась со своим будущим супругом, который забрал меня в абсолютно другую страну, которую до этого я даже не знала, где она там вообще на карте, ей-богу, после знакомства с ним я там увеличивала на карте, смотрела, где же эта республика Молдова находится. И спустя два года отношений, два года на расстоянии я окончила университет, я переехала в такую прекрасную страну Молдовы, которую я сейчас очень люблю и уважаю. Переехала я в страну, где я не знала никого абсолютно, кроме своего будущего супруга и, соответственно, его семьи. Мне было сложно здесь как-то себя развить, что-то организовать, чем-то заниматься. Я искала различного рода работы, всё как бы, но не про мою тренерскую деятельность, да, потому что случается языковой барьер, когда ты понимаешь, что русскоговорящий, ты по-молдавски вообще ничего не понимаешь, это другой язык, это другая история. Но как-то вот посчастливилось мне попасть в клуб, фитнес-клуб, где такой, все говорят по-русски, и там я начала работать тренером по такому-молдовому. То есть я продолжила свою тренерскую карьеру уже в абсолютно другой стране. И так как я работала при фитнес-зале, мне предложили попробовать себя в роли персонального фитнес-тренера. Согласилась, интересно, результаты у клиентов просто меня начали очень сильно удовлетворять в том плане, что, знаете, вот эта же спортивная нотка, тебе хочется достигнуть всего уже не через свои какие-то амбиции, а через своих детей, да, через своих спортсменов, через своих подопечных, через своих клиентов. Поэтому у меня сразу пошли хорошие результаты у клиентов, там, минус 20 килограмм, минус 45 килограмм, там, набирают форму, которую они хотели. Но как тренер я столкнулась с теми вопросами, на которые я не могла найти ответ. Из-за взряда, а почему я вроде бы перешла на правильное питание, но у меня случились запоры? А почему я села на обезжиренную диету, и у меня пропали месячные? А почему у меня вселилась акне? И так далее, и так далее. И ты как тренер реально закатываешь глаза, что-то придумываешь, и не знаешь, что ответить на это правильно. И признаюсь, что на тот момент я была сама не суперздоровым человеком, а у меня были проблемы по женской части, да, то есть у меня был очень сильно сбитый цикл. Я благополучно сидела на оральных контрацептивах в течение пяти лет по рекомендации доброго оттёти-гинеколога. Я тоже страдала по желудочно-кишечному тракту, у меня был уже удалён один минус, удалён аппериндицит. И я такая вот профессиональная крутая спортсменка, классный тренер, но уже с кучей болячками в свои там, да, молодые годы имела. Поэтому как бы ты закатываешь глаза и говоришь, ну, так у всех, вот как-то это случается. Но я поняла, что эти вопросы я получаю всё больше и больше, плюс начала сталкиваться с тем, что детки болеют часто. Как тренер, да, ты хочешь готовить спортсмена, выставить его на соревнования, и ты хочешь получить результат положительный, да, хотя бы если не в медали, то увидеть, что ваши тренировки не прошли зря. Но я понимаю, что дети начинают болеть, плохо тренируются, либо хорошо тренируются, но заболевают прямо перед стартом. И я понимала, что вопрос здоровья, вопрос питания, он у меня приходит со всех сторон, со стороны фитнес-истории и со стороны детской истории, да, работы с детками. И я как-то не знаю, как это там сработало, я до сих пор благодарна за это боженьки, вселенной, что мой запрос был отправлен в космос, я по счастливой случайности познакомилась уже с нынешним президентом Ассоциации нутрицологов в Молдове, это Дидо Катерина, с которой мы пообщались, с которой я задала свой вопрос вообще, а как, где обучаться, вот я тренер, я хочу знать, я хочу быть лучше. И вот оттуда вообще закрутилась, завертелась, я прошла местные школы, после этого я отправилась в Москву, в Руден, получила там образование нутрицолог, кафедра примитивной медицины, и вернувшись оттуда, я поняла, что все, я хочу этим заниматься, я хочу работать в этом направлении, начала внедрять свою фитнес-практику и тренерскую практику. Результаты сразу стали, вот знаете, я не могу сказать, что они стали быстрее проявляться у людей, но они стали быть более длительными, то есть ты уже влияешь на человека с разных сторон, его результат закрепляется, то есть когда там человек уезжает, не тренируется две недели и месяц, он возвращается, но он как-то вот в более-менее форме остается. Решала я вопросы там боковые, да, по кишечнику, по волосам, по внешности, по циклу, свои вопросы по здоровью я начала закрывать, и я поняла, что это очень классно работает. И я из тех людей, которые, вы знаете, я если влюбляюсь, то с головой, если дружу, то по полной программе, вот у меня так с людьми, и, наверное, с той информацией, которой я владею. Поэтому, овладев каким-то супер-классным инструментом, мне хотелось максимально поделиться с людьми, с коллегами, с новыми какими-то специалистами и так далее, и так далее. Поэтому я потихонечку начала отходить от тренерской практики, потихонечку начала отходить и от спортивной истории, да, от своих деток, и уходить в максимальное консультирование в нутрицологии, чтобы набраться как можно-можно больше опыта. И в какой-то из моментов я поняла, что я уже могу делиться профессионально этим опытом, да, то есть не просто прочитать какую-то информацию и красиво её пересказать. Я могу сказать, как на разные типы людей будут влиять эта информация, тот или иной подход. И, в принципе, этот практикум, он и создан для того, чтобы передать вам опыт нутрицологический, чтобы не просто рассказать, ну, смотрите, вот это белки, это жиры, это углеводы, а вот тут кишечник работает так, печёнка работает так, и как бы идите с этой информацией в мир и делайте с ней всё, что хотите. Я даю свой опыт, своё видение нутрицологии в современном мире, и мне кажется, что это очень ценно, потому что это то, что зарабатывается только годами. И тот опыт, который я буду передавать вам, это не только опыт, это опыт моих коллег, моих наставников, тех врачей, докторов наук, кандидатов в медицинских наук, микробиологов, у которых я обучалась, я обучаюсь по сей день. Я называю себя вечным студентом. Мой супруг говорит, что это просто перфекционизм. Я стараюсь не пропускать все, возможно, какие-то там образовательные проекты у тех людей, которых я просто считаю гуру нутрицологии. Трачено это очень немаленькие деньги ежегодно, но мне кажется, что даже та тема, которую я могу прочитать закрытыми глазами, то есть вот «Разбудимая ночью», я вам идеально расскажу строение желудочечечного тракта. Но когда ты посещаешь курсы, посещаешь какие-то лекции, мероприятия, ты можешь услышать какую-то ключевую мысль, которая тебе с ключевым человеком пригодится, либо какая-то практика будет новая. Поэтому я за то, чтобы образовываться в этой сфере, то, чтобы не хвастаться просто, смотрите, какой у меня классный диплом самой модной международной школы по нутрицологии, как бы и на это все. То, что у тебя там за плечами нет никакого опыта, на это как бы мало кто обращает внимание. Поэтому я за обучение, я за то, чтобы мы смотрели на свой организм с разных сторон воздействий. Потому что мы должны с вами понимать, что нутрицология, фитнес, ЗОЖ, сейчас это очень сильно большой тренд. Вот напишите мне в комментариях, просто поставьте плюсик, если вы сталкивали, либо вы так сами, возможно, думали или думаете, может быть, ваши кто-то знакомый. Считаешь, что нутрицология – это просто какая-то псевдонаука, это тренд, который придумали для зарабатывания денег и не более. В принципе, я могу сказать, что так раньше было с фитнес-историей. Вот если есть здесь фитнес-тренера, либо люди, которые… Да, да, вот я до сих пор тоже с этим сталкиваюсь через своих коллег. Раньше и фитнес-история была такая же. Типа, ну что, ты сам не научишься приседать, не надо мне абонемент с персональным тренером, я сам умею. И этот «я сам умею», к сожалению, переходит в не очень полезные истории. И, в принципе, среди вас всех здесь есть специалисты, и такие специалисты, которые прямо, ну давайте так, узкопрофильные, по естественному омоложению, специалисты по грудному скарливанию, люди до сих пор даже не знают, что такие есть. Я там топлю за ГВ, говорю, идите, разбирайтесь. Есть люди, которые специально обучены на это, люди, которые массаж лица. То есть то, что кажется некоторым людям, типа, а, да, это такой способ зарабатывания денег, и не более. Вот нутрициология тоже, конечно, к сожалению, попадает немножко вот под этот разнос, но мы должны с вами понимать, что нутрициология – это тренд, это правда тренд. Сейчас все хотят быть здоровыми, все хотят быть красивыми. И, в принципе, мы понимаем, да, что реально там тот человек, который ест брокколи, он явно не будет жить там 120 лет и выглядит на 50 лет. Но есть момент качества жизни. Я хочу в свои 60-70 лет не быть абузой для своих детей. Я хочу быть активной. Я хочу, чтобы в 50 лет я выглядела шикарно, а не так, как выглядят наши там мамы, бабушки. Да, к сожалению, большинство наших родителей старшего поколения, они не эталон для нас. У меня маленькая дочь, ей полтора, уже даже больше, ей год и семь, и я хочу для нее быть примером красоты, молодости, энергии и ясности ума. Я как-то на одном из... Это, по-моему, было в Минске, я была на повышение квалификации на курсах, я услышала такую фразу, какой смысл проживать яркую, красивую жизнь, если в старости ты ее просто не вспомнишь, да, там склероз, различные деменции мозга и так далее, и так далее. Поэтому нам нужно не просто проживать эту жизнь, а как бы еще стараться ее запомнить и дать нашим детям какие-то классные истории из нашей молодости и так далее, и так далее. Поэтому нутрициология – это классный тренд, но нутрициология – это официальная часть науки. У нас сегодня с вами не будет слайдов, потому что мне хотелось, чтобы вы меня видели, чтобы я вас видела, поэтому у вас будет определено это модное слово «гайд», как один из участников, Полина, привет, сказала, что сейчас это гайд, а раньше говорили, как же она сказала, записи знахарей, вот у вас будет гайд-записки знахаря, вот все, что я говорю, я вам там тезисно все это обрисовала, я вам после занятия это вышли, можно будет почитать, можно это будет кому-то скинуть, чтобы те, кто не любят нутрициологию или считают, что это чисто тренд, передумали. Итак, нутрициология – это официальная часть медицины, и более того, во многих странах мира, Европы, профессия нутрициолог входит в международный реестр некоторых профессий. Так, секундочку, я вижу, что есть какая-то проблема, кто-то не может куда-то зайти. Скажите, пожалуйста, все ли меня слышат? Напишите, пожалуйста, в чат, потому что есть вопросы. Да, я вижу, что вы меня слышите. Хорошо, тогда эта проблемка не у меня со звуком. Так, нутрициология, она, представляете, стоит как в реестре, что такое реестр профессий? Это то, на что можно юридически устроиться, да, и там получишь корочку. К сожалению, в странах СНГ, я имею в виду Россия, Украина, Молдавия, Беларусь, у нас нет такой официальной профессии. Поэтому мы все подпольники, ну, официальные подпольники. То есть понятное дело, что никто не работает без каких-то там налоговых историй, если вы уже в этой сфере работаете профессионально. Но, грубо говоря, такой специальности у нас нет. На нее ты не обучишься в университете, тебе не дадут образование высшее, да, что ты нутрициолог, то есть тебе нужно будет добирать где-то все это самостоятельно. Но при том нутрициология – это официальная часть медицины. И эта наука, она произошла на срезе биохимии, фармакологии, диетологии, гигиены питания и что такое же сама нутрициология. Я думаю, что многие из вас слышали понятие диетология, да, вот точно знают, а ну напишите мне, пожалуйста, кто вот реально по-честному знает, чем диетология отличается от нутрициологии. Я, когда задаю этот вопрос, всегда слышу разные ответы и такие прикольные, когда даже я сама там об этом не задумывалась. Знаете, я часто езжу по регионам Молдовы, в Украину, у меня там своя команда специалистов, и когда я проезжаю в таможне и говорю, что я нутрициолог, я еду проводить какой-то семинар. 95% таможенника мне говорят, ну три кто? Я уже просто закрываю глаза и говорю, диетолог, я диетолог, диетолог, все, и на этом мы заканчиваем, потому что не хочется тогда долгую лекцию на таможне рассказывать, кто ты и как. Так, со звуком, пожалуйста, напишите мне, все ли окей. Давайте так, если будут какие-то проблемы со звуком, вы мне прям там массово пишите, чтобы я понимала, может, я как-то волосами задеваю наушник. Все ок, все слышат, проверьте, попробуйте перезайти, выйти и изойти. Нутрициолог и диетолог, да, кто же это такой? Да, вот уже пошли, пошла моя команда ответики, да. Диетология, во-первых, диетолог – это врач, мы должны это понимать, что на диетолога как раз можно обучиться, можно получить высшее образование, чаще всего это на двери поликлиники, в клиниках вы можете увидеть врач-диетолог. Диетолог работает с лечебными питаниями, да, мы знаем там, лечим, диета номер пять, диета номер семь, при там остром гастритике, при острых панкреатитах и так далее, то есть диетолог, он, грубо говоря, тоже занимается лечением через тарелку. Но большая-большая разница в том, что нутрициолог, когда смотрит на тарелку, когда смотрит на продукт питания, он понимает, что из этой тарелки будет усваиваться. Мне достаточно написать просто красивую диету, красивое меню, где у нас расписаны белки, жиры, углеводы, калории, и на этом мы как бы будем счастливы. Мы должны понимать, что из этого будет усваиваться, поэтому диеты не работают. Кто вот здесь из моих клиентов, я знаю, что на этом практике мы сидят, те, кто у меня ведется или был у нас на ведении, я не пишу никогда меню, от меня вы не дождетесь плана питания с учетом всех белки, жиры, углеводы и калорий, потому что это прошлый век. Мы должны понимать, как у нас усваивается все, что мы положили в тарелочку, то есть как работает наш метаболизм, как мы можем подчинить у нас, скажу такое умное слово, лептинорезистентность, это когда наш головной мозг, он не чувствует насыщения от еды. Как мы можем его полечить просто какой-то диеты? Да никак, мы должны понимать, какие составляющие в еде будут влиять на этот гормон, поэтому нутрициология это более углубленная наука, это наука о питании, о биохимических процессах, о том, вот мы съели, да, там мясо, класс, все, белочек нужен нам, сколько этого мяса у нас усвоится, как понять по симптоматике нашего тела. Именно нутрициология изучает биологические активные добавки, вот многие из вас в чате писали о том, что хочется наконец-то разобраться в этих БАДах, понять, нужно их пить, не нужно, горы таблеток, не горы, а витамин D на постоянной основе или нужно все-таки там чередовая, там месяц пьем, месяц не пьем, да. Есть просто масса вопросов, на которые нутрициологи знают ответы, потому что мы на это обучаемся. А в РУДН, когда я получала свой там первый, да, сертификат на нутрициолог, у нас было просто три лекции, посвященные только критериям выбора БАД, то есть это даже не о том, как у нас там БАДы с друг другом сочетаются и усваиваются, это о том, как в этом огромном просто мире биологически активных добавок выбрать именно то, что будет иметь наибольшую степень усвоения, потому что сейчас, вот возвращаемся к вопросу, да, а тренд ли нутрициология? Тренд, всегда все, на чем можно заработать деньги, конечно, будет трендом, ну, по факту, давайте даже вот возьмем там историю с, недавнюю историю, да, с пандемией, я не буду сейчас углубляться там в какие-то теории заговора или еще что-то, но, грубо говоря, вот про маски, да, маски, которые делают гучи, какие-то, как они-то модные, господи, видите, сразу я не модница, да, грубо говоря, разные бренды, стилисты делают маски, какие-то шарфы, то есть люди на этом заработали деньги, потому что данная история с ковидом, это все равно случился тренд определенный, да, там пусть хоть и с негативным оттенком, поэтому нутрициология однозначно будет трендом, ведь здесь можно всегда продвинуть какой-то товар и даже косметические компании, которые всю жизнь продавали тушь для ресниц, они вдруг начали сделать омегу-3, как бы, да, вопрос, а какого качества омега-3, из чего она сделана, как она будет усваиваться у человека, поэтому нутрициология, дайте так, чтобы было легче вам запомнить, это про усвоение, про усвоение всего, воды, тарелки, еды, ладошки БАДов и так далее, и так далее. Вообще, вы знаете, я очень слежу за трендами, я последние, наверное, два года посещаю, ну, в онлайне, нужно так можно сказать, посещаю различные международные бизнес-семинары, там, маркетинг-ориентированные, я смотрю за трендами, что прогнозируют нам вообще там на пять лет вперед, потому что, опять же, с тем же, с той же пандемией мы увидели, как поменялось все категорично, как некоторые профессии, мы понимаем, что они свое отжили и ушли в прошлое, мы увидели, как можно шикарно выйти на онлайн-пространство, то есть это же, да, тренд, который вот перевернулся, и мы этим учимся пользоваться, поэтому я слежу за трендами, я могу сказать, заявить официально о том, что нутрициология это профессия будущего, это та профессия, та специальность, которая может помочь вам, если вы вообще никак, вот вы не специалист, вы, у вас там, не знаю, юридическое образование, экономическое, неважно, какое у вас образование, но, ну, скажем так, невысокооплачиваемо, либо высокооплачиваемо, но вы затрачиваете на это очень много ресурса, то есть времени, сил и так далее, и так далее. Либо вы специалист, да, вы специалист, у нас в основном, здесь я знаю, что люди собрались, которые имеют влияние на внешность и здоровье других людей, да, то есть специалисты, я так обобщу, из бьюти-индустрии, и нутрициология может для вас не становиться новой профессией, вы можете не становиться нутрициологом, вы можете не консультировать человека, но именно этот инструмент может помочь вам стать более, ну, такой, скажем, лучшим, не хочу сказать, но титулованным специалистом, более модным специалистом, да, потому что если раньше считалось, что нутрициолог это что-то для богатых, то только из той истории, да, консультация у нутрициолога стоит так, чтобы только продать почку надо, чтобы на ведение, то сейчас уже, наверное, у каждой семьи, которая здорово ориентирована, есть свой нутрициолог, есть свой специалист по питанию, это может быть как специалист деятельный, как я, да, то есть консультирующий, это может быть просто человек, который много сам где-то обучается, читает, у меня таких клиентов просто масса, которые иногда меня поражают своими знаниями, и они там, да, дотягиваются до соседей, до своих моих, родных и так далее, и так далее, поэтому нутрициология это, знаете, такая профессия, которую можно получить вот на всякий случай, то есть мы не знаем, что с нами произойдет в будущем, но нутрициология, она точно останется в тренде на ближайшие годы, даже десятки лет, потому что навряд ли улучшится экологичная ситуация в мире, навряд ли улучшится качество питания, но вряд ли больше не появятся никакие новые штаммы вирусов и так далее, и так далее. Посмотрите, сейчас заболевания, которые связаны с метаболизмом, они выходят на первые полосы, сахарный диабет, тренчатесудистые заболевания, та же онкология, да, будет тоже связана на обмене веществ и так далее, и так далее. Очень много сейчас связано на обмене веществ, и у вас в гайде, в ПДФ-документе, у вас будет табличка, вы посмотрите, где написаны факторы, влияющие на здоровье, где есть образ жизни, где есть генетика, где есть экология, где есть медицинское обеспечение. Вот вы посмотрите, что 50% на здоровье влияет образ жизни. Даже если у вас генетическая предрасположенность к онкологии, к сахарному диабету, к какому-то метаболической поломке, к аутоиммунным процессорам, тот образ жизни все равно будет влиять больше, запустится у вас это заболевание или не запустится, и как вы будете себя чувствовать с какими-то генетическими отклонениями и так далее, и так далее. Это, знаете, я очень часто, когда консультирую семьи, то там, ну, такие вот, с лишним весом мама, муж, дети, там, бабушки со всех сторон. И, ну, у нас генетика, наверное, широкая кость, и мне всегда хочется, я, в принципе, говорю, я довольно-таки жесткий специалист, говорю все прямо, не буду как-то никого просить и там мягкими путями, но это не кость широкая, это вы едите бедрами, то есть вы не едите тарелками маленькими порциями, вы едите бедра пищевого мусора. Поэтому здесь говорить, спихивать на генетику либо на экологию, конечно, ну, мы не можем, хотя, в принципе, генетика тоже имеет влияние 20% на организм, экология тоже будет в размере 20% влиять на наше с вами здоровье. Но мы должны понимать, что нутрициология – это про то, что дает нам возможность выглядеть красивее, чувствовать себя моложе и быть активным. И если мы специалист, то быть на 5 ступеней выше в своей профессии, потому что вы своего клиента со всех сторон ему помогли. К примеру, у меня очень часто, я там работаю с массажистами либо с косметологами, и к ним приходят, и ты влияешь на кожу человека, но понимаешь, что она будет ходить к тебе просто вечно-вечно работать с акне, и потом уйдет, скажет, что ты плохой косметолог, так и не помогла ей. Ко мне так приходят клиенты и говорят, я была у всех косметологов города, мне не помогли, я была у всех тренировок, я так и не похудела. И говорят, да, вот какой-то вот нехороший оттенок, отзывы об этом специалисту, так косметолог по вазе стал внешней, но если ты выходишь из его кабинета и заедаешь это все шоколадкой, запиваешь кофе, чаем, сахаром и так далее, то о каком лифте, эффекте мы можем говорить, если этого ничего мы не сможем достичь, не поработав изнутри. А если косметолог, либо специалист, тренер, массажист поговорит о том, что слушай, ну тебе надо немножко там поконтролировать свое питание, посмотреть на количество углеводов, тебе нужно посмотреть, сколько водички ты пьешь и так далее, и так далее, то ваш просто профессионализм, бух, он взлетает, и соответственно даже ваш ценник на ваши услуги, он тоже может становиться дороже, потому что профессия, которая требует вложений, да, вот я вначале сказала о том, что я трачу немалое количество денег на свое обучение ежегодно, соответственно моя консультация не может стоить супердешево, потому что ну я там потратилась, и эти денежки нужно возвращать назад. Так вот, если вы специалист, который совместно с тренциологией как-то сконнектится и пустит ее в свою жизнь, то однозначно вы себя финансово можете порадовать с этой точки зрения. Я не могу этого не сказать, потому что среди вас реально собралось много специалистов, среди вас есть мамы в декрете, которые, вот я в Днепропетровске говорила с своим партнером о том, что просто после декрета невозможно найти работу. Никто не хочет, потому что у тебя там маленький ребенок, 3-4 года будет болеть и от тебя как-то отказывают. И эта женщина из декрета не знает, куда себя деть, с какой стороны вообще зарабатывать деньги. И нутрициология, конечно, тоже может помочь себя реализовать и в финансовом плане, и в каком-то личностном росте. Но давайте мы поговорим о задачах нутрициологии, вообще какие у нее, что решает нутрициология. Первостепенно, что решает нутрициология, она ищет пути решения устранения дефицитов и устранения избытков. Сейчас переведу. Смотрите, запомните простую формулу. Дефицит или избыток, умноженный на время, равно проблема. Вот прям где-то, не знаю, зафиксируйте, запишите, что дефицит или избыток, умноженное на время, равно проблема. Что это значит? Если мы с вами 2 месяца побыли в дефиците витамина D, глобально на организме это не сильно отразится. Если мы с вами в дефиците витамина D, либо в гипотириозе, либо в железодефицитной анемии походили 3 года, 5 лет, 7 лет, то ваш организм просто какие-то системы будут выходить из строя. Это сбой будет происходить. И вот здесь уже будут подключаться генетические факторы, экологические, психологические и так далее. Избытки. Чего избытки? Избытки сахара, избытки таранжиров, избытки алкоголя, избыток стресса. Вот если вы, кто меня слышит на семинарах впервые, когда я начинаю рассказывать про питание, просто у людей всегда шок от того, как, как же не есть, а что, а в Турцию, а в Италию теперь больше пиццу нельзя, а как ребенку объяснить, что больше нельзя кушать Макдон. Вот у нас в Днепропетровске мы вели с коллегой семинар по спортивной нутрициологии, и просто у некоторых родителей было противостояние в голове. Они не понимают, как ребенка в современном мире можно отучить от сладости, как это ограничить его. Все возможно. Невозможно сделать это на 100%. Но если мы подстроим свой образ жизни так, что 80%, ну хотя бы 70% нашей жизни мы будем делать правильно, то 20-30% организма простит. К примеру, да, если мы там 6 дней в неделю мы кушаем хорошую еду, а на выходных, пожалуйста, устройте себе читмилы, идите с детьми куда-нибудь, закажите что-нибудь вкусное и так далее, и так далее. Поэтому нутрициология – это не про то, что все, с завтрашнего дня у нас яйца с брокколи 3 раза в день. Это про то, что мы должны понимать, на каком этапе мы находимся, есть ли у нас дефициты чего-то и как долго они длятся, и что мы делаем в избытке. Как часто вы нервничаете так, что у вас прям сердцебиение учащается, вы потеете, как часто вы срываетесь, как часто вы плачете, как часто вы находитесь в неблагоприятной экологии, да, рядом с курящими, либо вы вдыхаете какие-то, ну, испарения, ну, например, приведу пример, это колорист, да, люди, которые работают с волосами, это люди, которые делают маникюры, то есть как много вы этого вдыхаете, то есть это уже избытки вредного. Поэтому нутрициология, она ищет пути устранения дефицитов и избытков, и это, наверное, очень важное вообще направление, потому что от этого зависит качество жизни. Почистим там, улучшим там, вы увидите, как вообще состояние будет меняться, и мы об этом будем и говорить на практике. У нас будет очень много на практике симптоматики, мы будем понимать, как по симптоматике вообще саму себя протестить и, да, там своих клиентов, либо своих близких. У нутрициологии много задач, потому что с вами пробежим по нескольким. У нутрициологии есть огромная задача, это повышение восприимчивости к инфекционным, бактериальным, вирусным, грибковым, паразитарным нагрузкам. Перевожу, что это такое. То есть у нутрициологии цель – снять с вас нагрузку вирусов, нагрузку бактерий и так далее, и так далее. Есть тоже негласное правило, что главная задача нутрициологии, их чисто две – это почистить и покормить организм. Вот первое, да, я вам сказала, что мы должны устранить дефицит и убрать избытки, это, грубо говоря, мы себя кормим правильно. Мы там поработали с дефицитами, мы убрали избытки, и как бы вот тут мы себя покормили, скажем так. А вот эта вся история с детоксикацией, с устранением грибковой нагрузки, с устранением вирусной активности – это про почистить. Это про то, что мы должны проработать наши избирательные барьеры. Секунду. У нас с вами, мы же, да, человек, взаимодействуем с внешней средой, и у нас с вами есть барьеры во всем нашем теле, то, чем занимается иммунитет, и очень важно, чтобы все эти барьеры, они работали на свою полную мощность. То есть тот же кишечник не пропускал в кровушку то, что не нужно. Та же кожа имела, да, хороший, сильный иммунитет. Об этом мы с вами будем очень подробно говорить на теме желудочно-кишечного тракта, как же поработать с проницаемостью нашего кишечника, чтобы хорошее приходило куда нужно, а нехорошее не уходило в кровушку, а покидало нас с помощью детоксикационных органов лимфатической системы печени, почек и так далее, и так далее. Поэтому задача, конечно же, чтобы мы могли сами справляться. Я не сторонник детокс-программ пожизненной, я не сторонник противопаразитарных программ пожизненной. Я сторонник того, что раз, два раза в год мы делаем какую-то программу очищения и доводим свой организм до того, чтобы он сам мог справляться, чтобы наша желчь, которая является самым мощным противопаразитарным средством, чтобы она сама могла обеззараживать нас, если мы не помыли яблоко, а там были паразиты. Чтобы наш желудочный сок смог тоже обеззараживать ту еду, которую мы покушали. Чтобы наша слюна могла уже во рту начать переваривать углеводы, потому что в слюне уже есть эксперименты. То есть задача привести себя к здоровому состоянию. И в принципе природа заложена так, чтобы человек был здоровым. Это наше эволюционное, на уровне ДНК просто у нас написано, что всё в нашем теле может и должно быть здоровым. Я, кстати, читала одну такую интересную теорию по поводу того, что выносливость у печени рассчитана на 300 лет. То есть сама печень может, наша человеческая печенка может прожить 300 лет. И ученые там начали выдавать теории о том, что человеческий организм, возможно, раньше там жил какой-то больше 150 лет, что наши органы, если наши органы заточены на такую длительную жизнь, то, значит, возможно, человек может жить дольше, чем 100 лет. Я точно не сторонник такого. 300 лет я бы не хотела пожить, не знаю, как вы, но мне кажется, я лучше родилась, переродилась и так далее. Потому что как-то, мне кажется, совсем печально 300 лет работать, пытаться какие-то реализации, вирусы и вся эта история. Поэтому я к чему говорю, что в наше тело оно настолько уникально, что мы можем быть с вами здоровыми и должны быть с вами здоровыми. К сожалению, современное общество, современный мир, тенденции современного мира, они направлены как раз на угнетение нашего здоровья. Об этом мы будем с вами тоже конкретнее говорить. Дальше. Чем еще занимается инфрациология? Что же она делает? Она изучает психологическое поведение. Казалось бы, мы же не психологи, мы же не играем с какими-то психоанализами и так далее, но пищевые пристрастия, еди, состояние микрофлоры будет влиять на состояние нашей нервной системы. Приведу просто пример. Все наши самые нервные клеточки, весь наш мозг создан из жиров. Если у нас есть дефицит по жирам, то мы просто не даем самому мозгу нормально функционировать. Почему-то считается, что только простые сахара, только углеводы будут улучшать деятельность мозга. Это будет включать его мозг. Но на более серьезные мыслительные процессы нам нужны жиры. И вот у нас в основном женщины… Напишите мне, поставьте плюсики, у кого есть детки, чтобы я понимала, я разговариваю с мамами или нет. Кто был беременной, может быть, за собой замечали внимание, что в какие-то периоды жизни или беременности, или после родов ты как тупишь. У тебя как будто мозг, ты мыслишь не так ясно, как раньше. Почему? Потому что беременность вся проходит на большом количестве гормонов. Грудное скармливание тоже на большом количестве гормонов. И гормоны… У нас будет гормональная система. Еще раз об этом расскажу подробнее. Но гормоны, они тоже сделаны из жира. И если мы не даем себе нормальный структурный материал, то у нас что получается? На строение гормонов пошли жирочки, а на мозг, ну, что осталось, скажем так. Поэтому это вот одна связь, да, как влияет пищевое поведение на нашу с вами нервную историю. И второй момент. Из кишечника прямо в головной мозг есть нерв, называется буждающий нерв, который диктует всю информацию, что там с микрофлорой. И эта ось даже называется кишечник-мозг-кишечник. То есть информация идет снизу вверх. Поэтому все наши «хочу сладкое», «хочу острое», «хочу жирное», «хочу есть мелые стены» или еще что-то, диктует не головной мозг. Ну, как бы он нам переводит информацию, которую он получил от состава кишечной микрофлоры. Поэтому я знаю, что у нас здесь на курсе есть гештальтерапевты. Это, возможно, будет вам интересно. У меня хорошие результаты у клиентов, которые, да, из терапии психологической и их нитрициологической точки зрения, с кем мы работаем. А чем еще занимаются нитрициологи? Нитрициологи занимаются здоровым зачатием, вынашиванием и восстановлением после родов. Я автор проекта «Для женщин мама знает». Этот проект о подготовке к беременности, введении от беременности и восстановлении после родов. Я очень люблю работать с женским организмом, потому что мне кажется, что, господи, женщины уникальные, не только потому что, да, я женщина, но по-честному. Мы можем дать жизнь другому человеку, выносить, мы можем не спать, можем переживать за детей, но, тем не менее, мы остаемся рженами, дочерьмями, мы строим карьеры. Я за полтора года своего ребенка поднялась в карьере так, как не поднималась никогда. То есть у меня пик лично моего профессионализма случился в декрете. В декрете, где у меня не было нянь, бабушек, там свекровь помогает только там последние два месяца. Я из тех ужасных мам, которые не включают мультики детям. То есть я за очень гормональное развитие, без криков, без истерик. И вот как бы вложившись 100% в воспитание ребенка, у меня еще и получилось сделать там что-то с карьеры, да. И я знаю, что меня, скорее всего, смотрит мой супруг, не в обиду ему, не в обиду другим мужьям, но иногда наши мужья не умеют делать два дела одновременно. То есть они не могут целить за едой, мыть посуду, что-то резать еще. То есть мужчины немногозадачны. Мы, женщины, многозадачны. Поэтому я считаю, что забота о нашем с вами здоровье должна стоять на первом месте. Счастливая мама, счастливая семья, все об этом знают. Поэтому я создала свой такой курс, который помогает подойти правильно к зачатию, правильно выносить и правильно родить. У нас тоже будет тема гормональной истории. Я расскажу немножко о таком состоянии, как беременность, роды и так далее, и так далее. Дальше. Нутрициология занимается отсутствием хронических заболеваний либо вход их в ремиссию. То есть, к примеру, если у нас есть хроника, которую мы нажили, то здесь не медицина нам поможет. Вот, пожалуйста, друзья, услышите меня, особенно те, кто меня смотрит впервые. Я не из тех людей, у которых считают, что если у тебя тут прыщи, то тебя просто прокололи через печенка, с другой стороны, печенка вылезет на наружу, а ты берешь подорожник и прикладываешь, потому что мы натуропаты, мы про нутрициологию. Нет, нужно все-таки трезво разделять в своей голове, что у нас есть острая какая-то помощь, которая должна быть медицинская. Врачи, низкий им поклон, они созданы для того, чтобы спасать нашу жизнь, для того, чтобы помогать здесь, сейчас. Но все, что уходит в хронику, не корректируется медикаментами. Вы не будете всю жизнь на лекарствах. Вы должны сами позаботиться о том, чтобы ваша хроника сошла на нет, либо полностью ушла в ремиссию. Вы знаете, вот опять же на том же семинаре в Днепре я познакомилась с одной женщиной, которая просто рассказала сумасшедшую историю результата в своих детях о том, что, возможно, слышали, есть такое заболевание, аутоиммунное, называется витилиго. Это вопрос пигментации кожи нарушений. И оно в классической эмулицине не лечится и даже не уходит в ремиссию. Вот она натуропатически за годы вышла на то, что у нее там большие пигментные пятна изменились в цвете, и добы не появлялись. У этой же женщины, у ребенка в два года ставили потерю слуха и внутримозговую инфекцию. Просто сумасшедшее количество анализов, денег, медикаментов, ничего не помогало. Четыре месяца натуропатии, работы грамотно с нутрициологом, с бадами хорошими, и у ребенка просто возвращается слух, и все чудесно. И таких историй я знаю массу. Это можно только, не знаю, делать практикум по истории невероятных результатов. Поэтому это точно работает, и это точно только вы за это будете отвечать. Врач, который спас вам жизнь, врачи, которые спасают от ковида, они не спасают нас от постковидных синдромов. Они не спасают нас от того, что ты попал, вот на своем примере, я там в 18 лет попала в хирургию с ампендицитом. Ну, вырезали мне его класс, все супер вышло, и что? Ничего, я дальше не знала, как питаться, я не знала, что мне нужно пить нормальное количество воды и так далее, и так далее. Поэтому наша задача с вами позаботиться о своем здоровье на постоянной основе. Кроме вас, этого не делает никто, ни семейный врач, ни доктор, ни мамы, ни бабушки. Мы заинтересованы сами в том, чтобы заботиться о себе. Нутрициология решает вопросы гормонального фона, опять же, повторюсь, что у нас тема эта будет. Ну, и, конечно же, задача нутрициологии – это сохранение активности, долголетия и хорошего внешнего вида, что тоже немало имеет значения. Знаете, в основном, женщины ко мне на консультацию приходят с запросом «хочу похудеть», «волосы выпадают», «акне» или еще что-то. И из этих моментов мы вылазим к тому, что там просто проблемы по гинекологии, желудочный тракт просто убитый, в край. И ты как бы пришла со стороны бьюти, да, часть, ты хочешь выглядеть красивее, но мы тебя починили изнутри, и это, конечно же, наружу тебе тоже все отразится. Поэтому мы такие женщины, интересная натурой. Если нас что-то не удовлетворяет внешне, то мы, скорее всего, пойдем быстрее заниматься собой, чем у нас там будет что-то болеть, потому что мы же еще те самые терпилы, да? Кстати, пейте водичку, пожалуйста, потому что мы уже час почти болтаем, и водичку нужно пить. Так, что еще должна я вам сказать? Я хочу проговорить о том, что очень важная задача каждого человека, будет такое умное слово, следить за регенерацией собственных клеток. И вы сейчас такие, блин, что-то она вообще загнула, регенерация, как я буду следить, что это такое вообще делать? На самом деле мы должны с вами понимать, что у нас каждая, почти каждая клеточка нашего тела, она обновляется, просто с разным сроком. К примеру, эритроциты, там новый эритроцит будет сделан за 28 дней, то есть клетки крови элементарные, клетки мозга, кстати, нервные клетки восстанавливаются, если что, клетки мозга, даже скелет, представляете, у вас каждый там 7-8 лет новый скелет, то есть все эти клетки у вас меняют. То тело, с которым мы с вами живем сейчас, оно не то, с которыми родились. И каждое там десятилетие у нас новое-новое тело. И вот представьте, если вы вот с сегодняшнего дня начнете делать правильные вещи для вашего тела, если с сегодняшнего дня вы будете заботиться о регенерации ваших клеток, то представьте, к чему вы придете через 2 года, через 3, через 5. И это я загнула, потому что реально, если заботиться о здоровье, то уже через полгода можно увидеть шикарные результаты. Ну а представьте, если сделать нутрициологию частью своей жизни, здоровый образ жизни, частью своей жизни, то, конечно же, ваше тело будет только вам благодарить и вот так вот делать низкий поклон. Тем более, что так как наше тело заточено на здоровье, все оздоровительные моменты будут восприниматься гораздо быстрее и результативнее. Особенно, кстати, у детей это очень видно, они прямо на оздоровительные программы, организм реагирует очень-очень хорошо. Что влияет на процесс регенерации клеток? Влияет строительный материал. Смотрите, каждая клеточка сделана из чего-то. Белки, жиры, аминокислоты, витамины, минералы. Это все приходит к нам только из еды. Если мы этого не положили в ротик и не усвоили, то никак откуда это все не придет. И клетки-то будут обновляться. Ну, по факту, да? Мы знаем историю войн, голода, когда не было ничего хуже, что у них регенерация клеток не происходила? Да, конечно, происходило. Но как это все будет происходить? Какие из этих клеток потом срегенерируют новые клетки? Вот это уже вопрос. Поэтому, в принципе, можно и без строительного материала, но какой вы даже заложите фундамент в будущее вашего потомства, это как бы тоже очень-очень большой вопрос. Я за то, что к беременности нужно готовиться, если есть такая возможность. На процесс регенерации клеток будут влиять среды нашего организма. Что такое среды? Это кровь, это лимфа, это внутримозговая жидкость, это внутрисуставная жидкость, это желудочные соки, кишечные соки. То есть, может быть, вы слышали про такое понятие, как кислотно-щерчной баланс. Мы о нем будем говорить в субботу. У нас в субботу будет тема по воде, по кислотно-щерчному балансу. Сам я об этом расскажу подробнее. И на процесс регенерации клеток будет влиять вирусная нагрузка, грибковая, паразитарная, инфекционная, бактериальная и так далее. Почему? Потому что все микроорганизмы, которые живут в нас, они тоже хотят строительный материал. Они забирают наши белки, они забирают наши витамины группы В, они забирают наши жиры полезные. То есть, они подпитываются этим, и мы вроде бы кушаем правильно, бадулечки пьем, но не смотрим в сторону патогенной микрофлоры. И это мы съедаем, но, увы, это все идет, подъедается на бактерии. Алена пишет, говорят, что у нас минимум 2 килограмма микробиотов. Это минимум, Алена. И у нас будет лекция по желудочно-щерчному тракту. Я обожаю эту тему. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто со мной соприкасался с ЖКТ. Как вы вообще знаете, как я работаю в этой истории. Просто напишите там, да, знаю, класс, кишечник вам лав. У нас реально от 2 до 4 килограмм бактерий внутри. Вы представляете? То есть, это количество бактерий, ну, что-то же делает, то есть, на них нельзя просто так закрыть глаза, их не обращать внимания. У нас будет отдельная тема. Есть очень классное выражение, которое звучит так. Пища, которую мы не смогли переварить, она будет съедать нас. Вот я прям, подумайте так о ней, где-нибудь себе ее там пометьте, что пища, которую мы не смогли переварить, она будет съедать нас. Это очень важно. Об этом, этим как раз и занимается нутрициология. Ну, что же нужно клетке? Вот мы поговорили, да, там, строительный материал, чтобы все ПАЖ были в норме, чтобы не было у нас перекоса по патогенной микрофлоре. Что нужно клетке? Есть такое понятие, это ход питания клетки. То, что нужно каждой нашей клетке для нормальной регенерации, для нормального функционирования. Этот ход питания клетки звучит так. 28, 15, 12, 7, 5. Наговорила, черти что, люди думают, боже мой, ничего не запомнила. У нас будет гад, сейчас посмотрите. Расшипробую. Каждый день нам нужно 28 аминокислот. Нам это нужно, чтобы мы нормально функционировали. Почему? Потому что каждая клетка состоит из белка. Иммунитет – белок. Гормоны – белок. Гемоглобин – белок. Даже витамины, чтобы доехала внутрь клетки, ей нужны транспортные белки. Для того, чтобы у нас соли тяжелых металлов вывелись из организма, нам нужны белки. Абсолютно мы белковое существо, поэтому нам без этого никак. То есть 28 – это только аминокислот, в наш организм должны поступать с пищей. Это разнообразное белковое питание. Далее, цифра 15 – это минералы. Минералы являются кофактором для нашего организма. Что такое кофактор? Это… Ой, ну давайте так, чтобы на простом примере. Я даже никому не приводила пример про кофакторы. Ну вот смотрите, мы все, я думаю, что все хоть раз видели, как машину на механической коробке передач. Да? Вот машина на механике без сцепления далеко не уедет. Вот сцепление в коробке, в механической коробке передач очень важная история. Да? И без этого никуда. Вот кофакторы являются тем самым сцеплением. Например, у нас гормоны чередовидной железы делаются из аминокислоты тирозин и молекулы йода. Чтобы вот этот вот йод встретился с тирозином, это все соединилось и сделалось нам в Т4 гормон, нам нужны кофакторы. Цинк, вселен. Слышали, да? Может быть, многие там эндокринологи назначают не только пропить йод, а еще и другие виды минералов. Вот, пожалуйста, для того, чтобы у нас… У нас будет тема по минералам, наверное, не буду задерживаться, но чтобы вы просто понимали, что для каких-то процессов нам нужны еще боковые минеральчики, чтобы все это сделать. Без этого никак. Поэтому минералы с пищей должны поступать в наш организм. Если мы понимаем, что почвы бедные, что с этим беда, то, значит, там таблеточку, капсулу, коктейльчик допивать нам нужно, чтобы у нас не было перекоса ни по каким минералам. Я вам расскажу, как правильно пить. Да, я ведь вам назвала там 15 минералов. Боже, это теперь что, надо 15 вот так вот штук за раз пить? Нет, я против вот этих вот огромных ладошек с БАДами. Это тоже не про здоровье. Вопрос, минералы могут поступать наш организм циклично, да, по одному, по другому, по третьему плану. У нас будет об этом отдельная тема. Дальше, 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов. Мне тут несложно было догадаться. Без витаминов мы тоже не существуем. Они не приходят из ниоткуда, они не накапливаются в организме. Есть водорастворимые витамины, есть жирорастворимые витамины. У нас тоже будет отдельная тема об этом. Расскажу про антиоксиданты, про свободные радикалы, про виды старения, какие связаны с дефицитом витамина и так далее, и так далее. Ферменты. 7 групп ферментов у нас должны образовываться. Об этом буду рассказывать на желудочном тракте. И 5 жирных кислот. То есть 5 видов жиров должны поступать ежедневно в наше тело. Сейчас точно знаете, какие. Омега-3, лицетин, витамин D, кофермент Q10, витамин Е. Это вообще называется теория пяти жиров ладошков молодости. Вот я прям знаю своих там клиентов 45+, которые регулярно где-то все 3 месяца у них только ладошка молодости. Они там ей закидываются и чувствуют себя шикарно. И результаты видны на лицо, потому что кожа очень любит жиростворимые витамины, вообще всякие жирные истории, поэтому это красиво очень отражается на теле. Но тема по жирам, как вы понимаете, у нас с вами тоже будет. Дальше. Может быть, все это, вот я вам рассказала, так вот питание клетки, белки, минералы, витамины, ферменты, жиры. И в принципе, это мы должны с вами получать с питания. Так было раньше, и так должно было быть сейчас. Эволюционно наш организм практически не поменялся. Я об этом кричу везде всегда, что ребята, то, что там было, еще когда мы бегали от мамонтов, мы такие же остались на уровне клеток. Для эволюции сто лет существования сахара это ничто. У нас не поменялся функционал в нашем теле. Возможно, еще там через тысячи лет уже большое количество сахаров в рационе типа будет считаться для тела нормой, потому что у нас тело адаптационное, оно адаптируется под новые, новые вмешательства в него. Но пока что мы не поменялись. И то питание, которое есть у нас сейчас в магазинах, увы, делается не для еды, а для продажи. Я эту фразу тоже услышала от своего любивейшего учителя, это кандидат медицинских наук, человек, который работал при Министерстве здравоохранения Белоруссии, и он сказал, у меня прям вот как обрушилось на голову, это ведь правда. Ну и не делается сейчас еда, чтобы мы были здоровы. Производители хотят потратить минимум, а заработать на это максимум. Но знаю с вами, что продукты здорового питания некоторые там стоят чуть-чуть дороже. Оливковое масло нерафинированное будет стоить дороже подсолнечного рафинированного масла. То есть мы понимаем, что почему-то это происходит так, поэтому та еда, которую мы кушаем, она богата калориями, но ее нутритивная плотность, вот такусенькая, малюсенькая, что такое нутритивная плотность? Нутритивная плотность это как раз вот то, что должно перекрывать потребности кода питания клеток. То, что должно содержать не только белки, жиры, углеводы, но и витамины, минералы, ферменты и жирные кислоты. Давайте так возьмем на примере там бургер. Его нутритивная плотность будет практически нулю равна, а его калорийность будет просто сумасшедшей для нашего организма, и мы кушаем только пустые калории. И увы, да, характер производства, ну, он вот такой, и навряд ли мы от этого денемся куда. Сейчас моя четкая позиция, что без обогащения рационов с суплементами хотя бы минимальным количеством невозможно для современного человека. Возможно только для тех, кто живет в деревнях и выращивает там. Вот там, которые, знаете, видят корову в лицо, которая дает молоко и творог. Знают, что они сорвали свою капусту, и курочка дала им свои яички и так далее, и так далее. Вот эти люди, они сейчас, те люди, которые живут далеко от цивилизации, они будут иметь запас здоровья гораздо больше, чем современный человек, который городской, да, со всеми благами и так далее, и так далее. Дальше. В современном питании у нас идет снижение пищевой ценности не только за счет там плохих продуктов, а за счет того, что все проходит термическую обработку. Посмотрите, мы же мало кушаем сырой еды, мы мало кушаем свежих овощей, особенно там в осенне-зимний период, да, но понятно, что ты не будешь есть невкусные огурцы и помидоры, которые из ниоткуда, но мы даже кушаем мало замороженных овощей, мы кушаем мало ферментированных продуктов, я об этом тоже буду все подробнее рассказывать, но глобально человек стал кушать много еды с термической обработкой. Мои клиенты иногда, иногда, очень часто они удивляются, когда я говорю о том, что брокколи и цветную капусту можно кушать сырыми. Как сырыми? Как капусту вообще можно кушать сырыми? Да вот так, 5 минут варки брокколи, в ней нет 90% витамина С, откуда мы должны, где мы возьмем этот витамин С из лимона? Кто ест по 3 лимона, по 7 лимонов в день? Да никто этого не кушает, поэтому наша, конечно, характер приготовления, он становится максимально термически обработанным, да, плюс истощение почвы, об этом, вы просто знаете, как тут, задайте себе целью погуглить и посмотреть, какое содержание минерала в современной почве, ну, конечно, просто удивляешься, как мало цинка, как мало вселена, так как же мы можем надеяться, что из того корнеплода, который мы съели, мы возьмем из него минералы, если, ну, он рос в обедненной почве. И, конечно же, на нутритивный плод, на богатость продукта будет влиять то, что сейчас сроки годности, ну, вот такие вот, да, молоко на 2 года вперед, сметана, там, замороженные, рафинированные продукты, то есть, очень длительное хранение, я там недавно в супермаркете увидела замороженную рыбу, которую еще с 19-го года я там заморозили, казалось бы, да, она же замороженная, ну, как замороженная, как ее перевозили, сохранялась ли температура, да, то есть, у нее была шоковая заморозка или не шоковая, а как транспортировали, а если свет в магазине пропал, то есть, очень много вот этих вот вопросов, которые ты понимаешь, ну, что лучше самого себя, ты не сможешь знать точно, как это сделал другой человек, поэтому, увы, мы получаем биологическую пустую пищу, дефицитную по нутриентам, мы не рассматриваем еду как источник витамина С, как источник витамина группы В, как источник цинка, потому что мы не можем с вами этого просчитать, мы можем забить, там, к примеру, авокадо, состав авокадо, такие, ага, там омега-3, там еще, там еще, и пятое, десятое, но как мы можем быть уверены, что именно там будет вот то, то, чего мы так хотим получить, но мы получаем, да, как я говорю, пищевые муляжи, то есть мы на уровне желудка сыты, но на уровне клетки, вот этого 28, 15, 12, 7, 5 мы не получили, получаем очень мало, и организм начинает расставлять приоритеты, то есть организм так вот думает, ага, мне нужен коллаген, чтобы обновить тебе сердце, ну, мне не важно, твои волосы, твоя красота, нам нужно здесь, блин, у тебя болят суставы, нам, значит, нужно здесь починить, чем сделать тебе там ногти плотные, красивые, да, либо организм думает, так, у нас мало белка, много вирусов приходит, нам нужно усилять иммунный ответ, нам нужно много антител, а твоя репродуктивная система подождет, не будем мы тебе сейчас делать гормоны, потому что беременность тебе сейчас не важна, нам надо защитить тебя, да, то есть мы вводим наше тело в приоритеты, и отсюда, да, вспоминайте первую фразу, дефицит им нужно на время равно проблема, вот оно так и вылазит, что мы заставляем организм наш вы-би-рабил, а не даем ему изобилие того, чего надо было бы, и за счет этого мы получаем бесконтрольный прием фармакологических препаратов, да, любой симптом организма мы расцениваем как нечто плохое, высокая температура, срочно снизить, болит живот на месячных, пьем обезболивающее, болят суставы, пьем противовоспалительный, и так далее, и так далее, и так далее, мы просто глушим себя на уровне симптомов, любой симптом тела всегда будет за нас, он будет говорить либо о том, что что-то идет не так, либо о том, что все окей, то есть смотрите, хорошее самочувствие, это ведь тоже симптом, но мы его как бы не рассматриваем, да, типа, сегодня хороший, завтра не очень, плохое самочувствие, тоже симптом, головная боль, это симптом, что что-то не так, почему, когда у нас болит зуб, мы там, да, пьем обезболивающую таблетку, но пойдем через пару дней к стоматологу, ну, почему, когда у нас болит матка, мы считаем, что она не заслужила к ней нормального отношения, мы просто выпили таблетку два раза в месяц, и забываем про это, не налаживая себя на уровне гормонов, почему, когда наши дети болеют, мы думаем о том, как их лечить, а не так, как помочь им выздороветь, наша с вами голова, она просто перевернулась, и не мы с вами виноваты, виновата, да, наверное, вся вот какая-то вот система, тренды, опять же, которые пытаются навязать нам какие-то свои там моменты, свои аспекты, поэтому очень важно понимать, что вы делаете со своим телом, что вы делаете со своей семьей, и в принципе этот практику, я думаю, поставит, ну там полочки, да, все расставит на свои места. О чем еще хочется с вами поговорить? О том, что у нутрициологии есть такие постулаты, да, вот которые прям, четко как правило, не знаю, как Библия прописана, что организм человека создан природой, быть здоровым, на весь период жизни, в нашем организме должны четко работать избирательно проницаемые барьеры, то, что я говорила, мы должны все правильно, хорошо кушать, уметь переварить, человек должен получать все необходимые нутриенты для регенерации клеток, и мы должны иметь минимальную возможность токсической нагрузки. Вот если вы все эти правила делаете своей семье, делаете для вас, делаете для ваших людей, то ваше тело скажет вам вот такое вот огроменное спасибо. И моя задача в этот практикум дать вам как можно больше информации по каждому пункту, да, по тому, как мы должны с вами починить организм, почистить, накормить, как мы должны убрать хронические заболевания, как мы должны распознавать правильно симптомы, уметь их переводить, интерпретировать. Поэтому я еще раз поздравляю вас тем, что, не знаю, это вам во благо, не во благо, но у вас же нет шанса просто слиться, вам придется как минимум слушать, а если вы уже знаете правила игры, то играть по ним, не играть по ним уже будет очень сложно. Я заклинаю вас на то, что каждый раз, когда вы будете регулярно съедать какой-то неправильный кусок еды, я такая сверху там, ага, опять жрешь не ту еду, которую нужно, ага, опять вместо воды пьешь чай с сахаром и так далее, и так далее, опять ребенку даешь чупа-чупсы конфеты. Поэтому мне по-доброму хочется причинить вам добро, дать вам побольше полезной информации, чтобы вы смогли ее внести в жизнь и в массу. И я буду просто величайше счастлива, для меня это будет, наверное, только самая большая заслуга, если вы еще своими ручками сделаете мир вокруг вас здоровее, экологичнее, красивее, чище и так далее, и так далее. Поэтому добро пожаловать в игру, так как модный в сериале сейчас, добро пожаловать в мое кураторство, менторство, не знаю, называется это как хотите, но я точно буду делать все возможное от себя, чтобы помочь вам разобраться со всем. Сегодня у нас была водная такая, да, лекция вообще, чем заниматься нутрицологией, а теперь вы знаете, что можно было сказать так, нутрицология занимается всем, до свидания, все свободны, но мне, конечно же, хотелось вам рассказать, чтобы вы понимали, ага, и этот вопрос можно решить вот так, а, так это вот отсюда, то есть мне всегда хочется дать через знания, чтобы вы четко понимали, как работает ваше тело, поэтому я сейчас жду от вас обратную связь, кто прям может, вы подключайтесь, включайте камеры, включайте микрофончики, пообщаемся, мне хотелось бы узнать вообще, что там у вас в голове сейчас происходит, как вы, как вы эту информацию приняли в себя, либо не приняли, и, наверное, скажу наперед о том, что не всем из вас, зайду я как специалист, не всем из вас, не все из вас согласятся принять ту информацию, о которой я говорю, да, всегда у нас будут, возможно, какие-то нотки, сомнения, негативного опыта прошлого, потому что не все, не всегда попадаются качественные специалисты, это опять как с тем же фитнес-тренерством, либо с косметологией, когда ты попал один раз либо к начинающему, либо к недобросовестному специалисту, ты такой считаешь, да, нет, наверное, все они, все это шарлатаны и так далее, и так далее, поэтому моя, наверное, задача просто дать вам почву для размышления и уже потом смотреть на вашу реакцию, кому зайду я как специалист, я как наставник, я прям готова руками и ногами с вами работать, сотрудничать, помогать вам в реализации ваших каких-то вопросов и, 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 в общем так, поэтому, ребят, кому-то не терпится, напишите мне что-нибудь, скажите, я хочу с вами пообщаться. Можно я, можно я. Да. Спасибо большое, очень такой интересный час, вот, мне вообще очень импонирует твоя подача, знаешь, материала, потому что столько чувствует, столько энергии вообще в это вложено, для меня вот это очень важно, чтобы человек, который, да, позиционирует себя как специалист какой-то области, что видно, что он прям горит, что прям ему действительно это интересно, потому что, мне кажется, только так можно зарядить других людей, если ты сам прям вот, как какая-то фраза была хорошая, когда у тебя все внутри пищит и подпрыгивает от того, чем ты занимаешься, вот я прям это чувствую, даже через экран, вот, поэтому спасибо большое, мне сегодня прям, ну, было интересно, мне все понравилось, вот, некоторые фразочки я себе тоже записала, должны подумать, я уже очень хочу послушать про кишечник, на самом деле, про вот это вот, про все, вот, ну, в принципе, интересно будет с тобой пройти этот путь, так что, моя благодарность за сегодняшнее занятие. Алена, спасибо большое, вообще рада, что ты присоединилась, потому что я наблюдаю за твоими сторисами, я прям, иногда мне хочется тебе, так вот, она еще должна знать вот это, должна знать вот это, и спасибо, что ответила мою подачу, потому что иногда я говорю себе, Лера, ну, спокойно, ну, нельзя быть таким, аааа, вот этим вот человеком, но я не могу по-другому, ну, вот у меня такой темперамент, я правда, если чего-то знаю и получила на этом уже опыт, не один, а два, три, раз, десять, пятнадцать, мне, конечно, хочется об этом делиться, потому что это про добро, и поэтому вот, терпите меня на девять тем эмоционального человека. Спасибо большое. Спасибо большое. Я прошу прощения, я пойду, потому что нам пора кладываться нам в садик завтра рано. Да, ой, какие вы молодцы, бегите, да, я, в принципе, заканчиваю, поэтому запись у вас будет, если есть какие-то вопросы, я вижу, здесь чатики есть, поэтому я отвечу, а запись, Ален, спасибо большое. Пока-пока. 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 Вопрос о питании клеток, что тогда принимать, чтобы напомнить, смотрите, не только принимать, мы должны, вот то, что я сказала, организм вывести на тот уровень, когда мы и из еды, даже из самой непонятной еды, будем тоже дополнять какие-то клеточки себе, поэтому у меня, честно скажу, у меня нет какой-то схемы по БАДам, которую я сказала бы, вот это для кода питания клетки, и все перекроет, поэтому вы уже по ходу будете многое понимать. Так, вижу, что здесь, ага, чувствую, что будет интересно, планирую, жду следующую практику, еще с кофе-брейка, помню, как интересно подробно подают информацию. После практики, планирую понять для себя, хочу ли я в дальнейшем участвовать на тридцологии, в школу на тридцологии, в школу на тридцологии, ой, вообще супер, я, если нужно будет, даже подскажу те самые хорошие школы на интернет-пространстве, потому что я сама обжигалась, ходила не туда, куда надо, тратила на это деньги и по итогу даже потом не досматривала, потому что я понимала, что, блин, ну, вода водой, когда тебе красиво рассказывают про митохондриальную дисфункцию, а что с этим делать, вообще никак, поэтому по себе большой надеюсь, что вы прям выберете, понимаете, как профессия, на всякий случай. Мария, я тебя вижу, давай, человек, который, я не знаю, заставил пол России прийти на практику, тебе точно слово, огромная благодарность, вообще, ты шикарный специалист, и то, что мы с тобой уже три года в команде, это вообще огромная благодарность тебе. Да, ну, на самом деле, мне хотелось бы отдельно тебе выразить свою благодарность. Мои ученики сейчас видят меня в таком домашнем обличии, а то я доходила, как вчера, мне так забавно стало, что такая Мария Рошанна, вот, это я. Да, я на самом деле очень рада, что мы организовали, да, вот наш этот практикум, вот я в очередной раз с огромным удовольствием слушаю этот курс, и я думаю, что многие из моих девочек сейчас поняли, в кого Мария Рошановна такая вот вся сумасшедшая, когда начинает рассказывать, да, что о каком коллагене вы можете думать, если у вас нет витамина С, железа и прочего, да, не сидят, я говорю так, что все идем на практику и изучаем, что такое нутрициология, вот, на самом деле я думаю, что девочкам все зайдет, а что не зайдет, мы доработаем, да, то есть как бы если где-то будет что-то непонятно, вот, поэтому в любом случае я тоже всегда, да, то есть на связи для тех, кто в Москве особенно, и у них есть возможность также со мной лично уже, да, получить кураторство непосредственно в школе, вот, но я думаю, что из этого у нас выйдет очень классный такой практикум, семинар, когда выйдут у нас специалисты и у меня очень много как раз таки девочек, кто работает по коррекции по телу, по лицу и просто жизненно необходима, да, эта информация, как работать с такими клиентами, чтобы не нанести вреда, да, то есть без всяких диет, а с пониманием, осознанием того, как питать организм, соответственно, да, и выходить на классный результат, поэтому будем омолаживать все вместе. Будете приезжать в Москву, у вас будут специалисты. Я, на самом деле, когда увидела количество людей из Москвы на этом практикуме, я поняла, что я хочу приехать в Москву к вам, я хочу лично познакомиться, я хочу пообщаться, как я сейчас езжу, когда там Днепр, Запорожье, где у меня большая часть команды, я прям вот, Маша, задумывалась о том, что после новогодних праздников, может быть, на февраль, как-то прилететь к вам на пару дней, строить живую встречу, то, что девочки писали про код в брейк, поэтому прям просто готовьтесь, я приеду лично. Мы только за провозить пространство, оно у нас в доступности, поэтому, да, то есть, как бы в любое время можно будет это все обговорить. Я думаю, что девочки с удовольствием тоже после новогодних праздников посетят и уделят этому время. Тем более, кто-то из них у меня уже на январь записан даже на дальнейшее обучение. Супер, супер, спасибо большое, Мария. Я вижу, здесь вопрос пришел про свежие овощи, да, что они покупные, увы, там много вопросов, тем же пестицидом, гербицидом. Смотрите, ну, мы как бы, я тоже человек в супермаркете, я тоже покупаю в супермаркете, но есть очень прикольные штуки. Если даже не покупать каких-то там эко-моющих, да, то я всегда овощи замачиваю минимум на полчаса в соли либо в соде. Поэтому вот такое. Пришли, купили, у меня вот даже видео потом запишу, такой большой, огроменный тазик, я накидываю туда все овощи, ложку соли туда либо соды, все это хорошенечко там перемешало, там стоит полчаса, потом я помыла и сложила в холодильник. Поэтому хотя бы так мы там чего-то уже будем добирать. Но дальше еще раз я скажу вообще насчет овощей и как вообще с этим быть. Спасибо большое. Да, наш организм это уникальная штука, я, честно говоря, не перестаю удивляться, меня от этого и прет, что, блин, ребята, мы, вот, не знаю, любимая ваша машина, Тесла, Феррари, я там по БМВ слюни пускаю, вот, любимая ваша машина. И эта машина с универсал, она все может, ехать быстро, ехать медленно, обогреть вас, спасти вас, еще что-то, но мы вместо того, чтобы заливать ее бензином, заливаем в нее Кока-Колу, например, либо вместо того, чтобы аккуратненько вставлять ключик и зажигать машину, мы ее бьем палкой, да, вот то же самое с нашим телом, мы уникальная машина, которую каждый из нас может привести в идеальное состояние и, да, помочь другим людям тоже к этому прийти. Поэтому, в общем, так. Хорошо, ребят, если нет вопросов, я очень не люблю тратить в первую очередь время людей, да, потому что мне кажется, что тайминг очень такая важная штука, хочется ее соблюдать, поэтому смотрите, если у вас вопросы, всегда можно написать лично мне, лично Марии, кто вам там будет более близок, да, если, либо другим вашим людям, которые вас сюда привели, но, в принципе, я готова отвечать на все ваши вопросы в личных сообщениях, либо на практикуме, и запись будет сохранена, скинута вместе с тем гайдом, который я периодически подсматривала, чтобы вам сказать все то, что я задумала в своей голове. Спасибо большое, до встречи в субботу, до встречи в чате, я всем желаю хорошего вечера, съешьте сегодня что-нибудь полезное для вас, порадуйте свой кишечек хорошей и качественной едой. Все, всем пока, хорошего вечера, отключаю, запись сохраняю.